Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Елена. У нас с вами как это получается сейчас видео как будто бы не по теме. И вот тут мне захотелось сделать видео на тему стоило ли заниматься каналами. Некоторые утверждают, что сейчас это боевая тема. Можно открывать на ютубе канал и будешь в шоколаде и так далее. Вот я хочу сейчас поразмышлять на эту тему дорогие мои друзья. Насколько перспективно зарабатывать в этом смысле и насколько прибыльным являются каналы. И вообще какие бы темы на этих каналах стоило бы собственно говоря делать, если уж делать. Многие окрылены, считают, что достаточно одного видео и с ним можно путешествовать по белу свету. Многие мои знакомые, глядя на то, что собственно говоря вот у меня есть канал в ютубе, тоже решили. Сняли пару видео и ждут небывалых результатов. Но я могу сказать, что в принципе открывать каналы никогда не поздно, потому что если вы в чем-то талантливы или вам есть что сказать, это безусловно надо делать. Вопрос только в том, в какой сфере вы плаваете. Я вам просто расскажу о своей блогерской жизни, поскольку вы просите рассказывать на эти темы. Ну вот и решила собственно говоря эту тему и поднять. Моя сфера и моя ниша была определена моими интересами, поскольку меня интересовало много чего в этой жизни. И вы в основном меня знаете как астролога, я уже себя рекламировать в этом смысле не буду, потому что все ясно и понятно. Но для многих большим удивлением было, что я еще на своем канале сделала рубрику по поводу консервации. Кстати, сегодня эта тема будет подниматься на меня не раз, потому что я приготовила часть рецептов, с которыми хочу с вами поделиться. Кто-то пришел и нашел меня на теме сада, огорода и так далее. Вот я ведь не случайно сказала вам, что на ютубе очень важна как бы узкая ниша, которую вы заскочите, если вы пожелаете. И вы там должны развиваться. И многие подписчики не понимают, как это на одном канале, они привыкают, что если канал существует, он должен иметь какие-то узкие рамки и узкую тематику. А для меня все, что загоняется в рамки, становится малоинтересным. Когда я планировала, собственно говоря, канал, я решила просто все, чем я занимаюсь в жизни, а заниматься приходится разными темами, и кушать, готовить, кто же это за меня будет делать, или жидейскими какими-то навыками обрастать, и садом заниматься, и так далее, и тому подобное. И я решила, почему вот такой вот канал многогранный не может существовать. Эта тема, может быть, некоторых не зацепила. Многие считают, вы уж разберитесь, чем вы занимаетесь. Вы тем занимаетесь, вы этим занимаетесь. Я прощупываю почву, насколько это моим подписчикам интересно, потому что, если уже на то пошло, рассчитывать только на саму себя, и делать контент под себя саму, вроде бы не очень бы и правильно. Поскольку у нас задача обоюдная, то создавая контент, я невольно должна интересоваться, полезно ли вам это, интересно ли вам это. Но, слава богу, вы у меня подписчики замечательные, и терпите все мои нюансы, все мои тематики, которые я поднимаю. Вопрос в том, что если мы посмотрим на это дело с точки зрения вас, как будущего блогера, то здесь будет первый нюанс, с которым вы столкнетесь. Потому что люди будут не понимать. Вы вчера говорили о рыбалке, и все уже настроились, что рыбалки, и вот здесь видео прошло по рыбалке, и уже подтянутся рыбаки, будут ждать только видео о рыбалке. А тут вам захотелось что-то показать другое. Это будет вызывать непонимание. Почему я сейчас говорю о непонимании? Это второй нюанс, который выбьет из седла любого юного, среднего или уже матерого блогера, потому что непонимание, как правило, выглядит по-разному. Добрый человек улыбнется, скажет, мне это, может, было не совсем интересно, но было приятно с вами пообщаться. Это, так сказать, общечеловеческая вежливость. Те, которые считают, что, правда, матку надо резать в лицо, могут сказать слов не выбирая. Они из категории людей, которые, я думаю, приходят на канал только сугубо для того, чтобы разрядить собственную неприятность, которая с ними произошла. То есть там начинается длинная тирада по поводу, что какая автор. Немыч бледная, а она еще со своими бледностями пытается тут кому-то что-то проповедовать и гнать ее поганой метелкой и так далее. Я считаю, что категория этих выступающих, скорее всего, просто ищет место, куда излить собственный негатив. А поскольку ничего под рукой нету, кроме соцсетей, то первовстречный, кто им не угодил, является, так сказать, вот этим вот ведерком, который они выплескивают собственные негативы. Но, дорогие мои, все мы, прежде чем стать блогером, остаемся людьми. Никому из людей не нравится, когда их оскорбляют, унижают, лишают их возможности и энтузиазма заниматься далее своим делом. И здесь, если вы собираетесь быть блогером, то имейте в виду, второй урок блогерского дела – это не обращать внимания на негатив. Конструктивная критика должна быть принята внутренне вами, и вы должны подыскать, что бы вы там хотели изменить, что бы было приятно почитателям. Ну и приготовьтесь к тому, что в вас будут направлены стрелы и достаточно с острыми выражениями, которые надо будет пережить. Так что блогерство – это удел еще достаточно толстокожих людей, скажем так. И если вы очень желаете заняться блогерством, но совершенно нежно и чувствительное, то хорошо задумайтесь, прежде чем бросаться в это дело, потому что, честно говоря, шишек и синячком на вашем нежном тельце может быть предостаточное количество. Но если вы уже решили, что блогерство – это ваше, и, собственно говоря, я сейчас, я же не говорю, что я супер прямо звезда в блогерском деле, я вам рассказываю то, на что я обращаю внимание сама, и вам тоже на это придется обратить внимание. Итак, если еще раз вернуться к тематике, правильно выбранная тематика – это 90% успеха вашего канала. Как бы я ни пыжилась, как бы я ни старалась и прочее, угнаться за более перспективными каналами мне достаточно сложно. А все это говорит о том, что тематика, которую вы выбираете, является либо локомотивом, либо местом, где вы будете усердно двигаться медленными шагами. Перспективными очень сферами в социальных сетях являются детские каналы, всевозможные развивающие и прочие. Здесь, как говорится, они вне конкурса, своих почитателей набирают очень быстро. Так что, если вы человек такой, вот именно расчет идет на детей, и вам есть что предложить, вот, вы представляете этот контент, как его сделать интересным, что же у вас впереди светлое будущее, вы достаточно быстро будете двигаться. Насколько быстро двигаются все остальные тематики, все зависит от сферы. Я знаю людей, которые занимаются обзорами только дайвинга, например, под водой, они, можно сказать, на поверхность не вылазят. Да, собственно говоря, здесь узкий профиль почитателей, тех, кто плавает под водой. Но это категория достаточно зажиточных людей, которые могут себе позволить интересоваться новинками в этой сфере и так далее. И там тоже вроде жизнь идет бодро. Масса кулинарных каналов, если вы кулинар. И некоторые мне вот сейчас говорят, вот зачем на канале своем вы показываете рецепты. Лучше вы, говорит, сделайте отдельный канал, и там выкладывайте только кулинарные рецепты. А если вам захотелось еще о чем-то поговорить, сделайте еще один канал. И будет у вас 23 канала, и все будут как бы заброшены, потому что одной попой на два стула еще никому не удалось сесть. Поэтому в результате можно открыть и 500 каналов. Вопрос в том, насколько они будут развиваться. Кто был уже на моем канале «Мистический клуб Маэстро Мажор», вы, наверное, заметили, что я его бодро ворвалась и начала продвигать. Потом временное затишье – это удел любого другого канала, который оторван от основного. Потому что надо изыскать дополнительное время для того, чтобы заниматься каналом. И вот сейчас мы подошли к третьей истории, без которой блогерство не может существовать. Насколько плотно вы хотите заниматься собственным каналом? Если бы у меня был канал «Дурачи», где достаточно было бы нарядиться в какой-нибудь парик, сделать там какие-то важные ужинки на лице и так далее, вас повеселить, может, мне этот контент бы доставался достаточно быстро, легко и непринужденно. И такого я могла бы лепить, например, с утра до ночи. Но взявшись за гушни и говорить «все не идешь», у меня, собственно говоря, тематика совсем другая. У меня тематика рассчитана для мозгов. Но прежде чем ее подать вам, я ее должна перелопатить сама. Я очень обширно готовлюсь. Одно видео, которое вы видите, 45 минут, например, оно. Для вас кого-то много, для кого-то мало, для кого-то достаточно. 45 минут. На его подготовку и прочее у меня уходит до 5 часов. Это я имеется в виду. Ассорбирую материалы, внимательно к ним отношусь, вспоминая важную информацию. В общем, я ее концентрирую, потом вам выдаю. И то, что вам иногда кажется достаточно легким занятием, пустяшным, так легко и непринужденно, на самом деле для меня является очень серьезной подготовкой. Я бы могла подготавливаться проще. Собственно говоря, язык подвешен, голова на месте, можно было бы делать легкие, ни к чему не обязывающие видео, которые мне бы не стоили ни здоровья, ни времени. Но опять же, вот эта закваска. Бывшая учительница, которым я занималась, бывшие отношения, к которым у меня приучили, никогда не говоря информацию, которая не проверена, никогда не совершая необдуманных поступков, не призывая людей к подобным вещам. Оно мне не позволяет делать легковесный контент, поэтому я серьезно готовлюсь. Ну и это же все время оторванное от личной жизни, ведь правильно? Теперь, если вы собираетесь заниматься блогерством и полны энтузиазмом, помните, что если вы человек ответственный, и вам всерьез захочется донести серьезную информацию, вам тоже придется к ней готовиться. И тот пустячок, за который потом кто-то скажет, это неинтересно, кому-то станет скучно, кто-то скажет, без этого можно было обойтись, вам будет стоить частью вашей жизни. И чем глубже вы будете внедряться в блогерскую жизнь, тем больше канал будет забирать у вас времени. Для того, чтобы делать выпуски блогами два раза в неделю, мне приходится писать видео каждый день, а просто я их потом выкладываю вам. Я не жалуюсь, я просто смотрю на ту ситуацию, как вы думаете, что здесь вот как-то все легко, непринужденно. В принципе, есть такие каналы, которые не заморачиваются, они не несут никакой целевой нагрузки. Ну подумаешь, в ветром палате задрали, все счастливы, все рукоплескают, всем смешно, и подписчики есть, и все интересно, потому что подписчики есть в любой сфере, которой мы занимаемся. И в развлекательной сфере огромное количество подписчиков, и в порно сфере невероятное количество подписчиков, но каждому свое. А если ты идешь туда и обращаешься к думающим людям, то, соответственно, и готовиться надо. Так вот, дорогие мои блогеры, если у вас есть предостаточное количество времени, и вы, ваша семья, готовы, что вы в отрыве от повседневной жизни будете еще пропадать в студии, там будете серьезно вкалывать, то блогерство – это тоже для вас. Но вот тут наступает самая приятная тема, которой озабочены все юные блогеры, и не юные тоже. Это сфера заработка. Все же говорят, ну ты ж не зря сидишь, вы там, говорит, лопатой огребаете, ну и так далее, и тому подобное. Приятная история о серьезных деньгах, которые сваливаются на голову. Для того, чтобы вот так говорить о блогерстве и серьезно думать о заработках, надо было либо начинать блогерство 10 лет назад, когда деньги шальные приходили на голову, либо дойти до нескольких миллионов подписчиков, что сделать достаточно сложно, особенно если это люди живые, они накручены и не раздуты из соломинки и не весят откуда взявшись. Вот. Когда ты находишься в середине пути, и тебе все достаточно сложно дается, здесь речь идет о достаточно скромных заработках. Я даже не хочу вас огорчить, дорогие мои друзья, чтобы рассказать, сколько платит YouTube, например, летом, когда вы все в отпусках и, собственно говоря, жизнь социальная как бы немножечко находится в загоне, сколько выходит этот заработок, так это сиротство в базарный день. Понимаете? Это быстрее заработаешь, стоя вот. И не думайте, что я кривлю душой. У нас с вами сейчас идет серьезный разговор. Речь идет не обо мне, а о вас, будущем блогеры, которые мечтают сразу обребать лопатой. Так вот, я вам хочу сказать, прежде чем у некоторых монстров огребешь лопатой, сначала огребешь много чего по дороге. Я никого не отговариваю. Просто серьезный разговор. И я вам точно могу сказать, что очень важная еще история, которую я пока не обсудила, где зарегистрирован ваш контент. Есть страны, в которых заниматься блогерством, я считаю, исключительно сложно. Ну, я не знаю, где еще такие точки в мире, где создают такую массу всяческих трудностей для блогера, как это происходит вот в стране, где я проживаю. Что же там греха таить? Украина сделала все возможное. А что имеется в виду? Для нас, для блогеров, она сделала приятного. Электронных денег нету. А это двигатель заработка очень серьезный, собственно говоря, для любого блогера. Вот кто-то кого-то захотел поощрить. Кстати, о поощрениях. Вот это вот вечная дискуссия на тему, уместно ли обращаться к подписчикам, поддержите канал, и этого надо стыдиться или нет. Признаюсь честно, глядя вам в глаза сейчас, вот в окошко камеры, это стыдно. Мне тяжело очень просить. Хотя я вам могу сказать, что вы, дорогие мои подписчики, не раз меня буквально спасли в материальном смысле ваша доброта, скажем так. Я никогда не забуду, как кто-то из моих иностранных подписчиков прислал мне такие деньги, которые меня выручили в тот момент. И очень беспокоилась дама, поскольку у нас все-таки только на страницах комментариев идет разговор, что получила я, не получила. Я все получила. Я очень вам благодарна за каждую копейку, которую вы со мной делитесь. Вы великие люди. И что бы я делала без россиян, которые, собственно говоря, поддерживают рублем, а стало быть, я могу содержать эту карточку, которая у меня есть. Вот говорю, сейчас честный разговор. Я вам точно могу сказать, что рассчитывать только на социальные сети и мечтать о том, что вот вы наконец-то обрели великие деньги, это, дорогие мои друзья, все будет. Но тогда, когда у вас подписчика будет несколько миллионов, а ваш канал, куда не пойдете, а там везде вы. Почему я еще вернемся к стране? Здесь, собственно говоря, настолько все бесперспективно, то, чем я занимаюсь, что вот многие блогеры говорят, мы путешествуем, потому что мы рекламируем отели, вот, в которых прибываем, и нам это выгодно. Мы занимаемся блогерством, нам не важно, сколько платят, нам говорят, вот прислали товар, мы его рекламируем и так далее. Ну вот, дорогие мои, это все замечательно и прекрасно, но для тех стран, где это действительно поставлено на широкую ногу. Как только узнает, что я проживаю в Украине, интерес по предложению мне товара, а также по предложению путешествия, ко мне иссякает по определению, потому что контент, а также его регистрация, здесь имеет огромное значение. Никто пришлет товар в страну, которая находится в глубочайшем экономическом кризисе. Никто. Вот в результате это никто у меня и происходит. Поэтому, если вы проживаете, например, в Белоруссии, России и так далее, здесь эта регистрация вашей на территории вашего государства открывает другие возможности. Вы будете более счастливы, как блогер, а если мы сейчас говорим о заработках, то в трое будете веселее. И здесь же вот у меня произошло то, что и когда смотришь, например, да, другие говорят, вот мне прислали спонсоры, вот я показываю. Ну, молодцы, вот у вас, мы же сейчас говорим о заработках, вот вы решили сегодня, открываю канал и буду богат. Ну, так вот я вам рассказываю, богатства все непременно будет. Но терниев на пути вашего богатства будет предостаточно, и даже страна регистрации вашего канала. Поэтому я очень благодарна, коль у нас зашел этот разговор, что вы все-таки реагируете на мои эти иссилические призывы, спасибо за поддержку канала, действительно спасибо, дорогие мои. Потому что, честно говоря, и как-то вот говорят, вы там, что вы клянчите, кто-то мне написал. А я думаю, я как бы отрабатываю все, что я очень дорожу тем, что я делаю, стараюсь делать его на высшем уровне. Если кому-то кажется, что я клянчу, ну что ж, здесь же на... Это личное мнение вас, как потребителей и так далее. Но, конечно, безусловно, приятно, если твой труд оценен, никто из нас не ходит без зарплаты на работу. В данном случае ваша материальная благодарность для меня в какой-то мере тоже заработает. Но если мы смотрим на этот вопрос, с точки зрения вас, как юного блогера, приготовьтесь, дорогие мои друзья, что вы очень обрадуетесь первым двум долларам, которые к вам придут, но на этой сумме вы какое-то время можете застрять. Сколько вы там будете сидеть, затрудняюсь сказать. Каждому свое, и при том, когда вы уже будете чувствовать, что вот они, деньги, деньги растут, когда на вашем канале по разным обстоятельствам вдруг затихнет жизнь, ну, люди уехали, ваши подписчики отдыхают, им не до ваших видео. Вы будете видеть, как ваши заработки стремительно падают вниз. И вы будете хлопать крыльями, и здесь не имеет значения, сколько у вас подписчиков. Просто никто не хочет смотреть рекламу. И это еще одна история, которую вы достаточно послушаете, свой адрес. У вас на канале сколь угодно реклама, это невозможно, это терпеть и так далее, и тому подобное. Но ведь нас сделали зависимыми от рекламы. Я бы рада от нее избавиться. У меня само от нее тошнит. Но это единственная возможность получить материальное вознаграждение официальным путем. Если кто-то не смотрит рекламу, пропускает ее, делает вид, что она ему противна, этот просмотр для блогера не имеет никакого материального смысла. Это я вам так говорю, дорогие мои друзья, не призывая вас смотреть рекламу на моем канале, вы можете ее пропустить. Я вам говорю кухню, которую мне пришлось познать на собственной шкуре. Если вы мечтаете быть супер-блогером и думаете быстро зарабатывать, вот я вам рассказываю о том, с чем вы столкнетесь. И допустим, вы можете дойти до 2000 долларов в месяц, например, зимой в заработках и так далее. А весной при тех же ресурсах, при тех же возможностях и вашем рвении, вы можете получать 500 долларов. И вы будете думать, а что же это произошло? А ничего не произошло. Просто на вашем канале нет той пышной жизни, которая была раньше. Люди занимаются садом, огородом, и не до вашего канала. И стало быть, приготовьтесь к тому, что ваши заработки упадут до ноля. Так что и такое может быть. Не может быть, а будет 100%. Google никогда не фиксирует ваши достижения. Они так же зыбки, как и все в нашей жизни. Как только вы перестаете выкладывать контент на канал, делаете вид, что вы уже матерые и само собой пойдет, и тем более перестанете быть интересным людям, на этом ваши заработки и ваш канал закончатся сразу. Так что приготовьтесь, пожалуйста. Ваши достижения финансовые. Google забирает быстрее, чем вы успеваете поворачиваться. И здесь надо все время держать руку на пульсе. Вот вы скажете, если все так плохо, зачем я, мол, занимаюсь этим каналом? Для меня все хорошо, дорогие мои. Я могу сказать, что да, материально, да, бывает так, что вот, например, летом вообще скучно говорить о заработках. И я не случайно об этом сказала, потому что вам тоже с этим придется столкнуться и никогда не расслабляйтесь в своих достижениях материальных, потому что их легко и просто забирают. И на чем, например, в других странах держатся блогеры многие, именно вот на этой помощи каналам. Если бы это не было так, то я бы об этом не говорила. Если нету вот этого вспомоществования со стороны подписчиков, желания кого-то поддержать, поддержать любимого автора, то многие бы тоже, собственно говоря, давно уже в этом блогерстве лапти скрутили. И, в принципе, это был бы закономерный итог их блогерской жизни. Поэтому, прежде чем пускаться, надо знать подводные камни. Может быть, вам и повезет. Я вот, например, смотрю кулинарный канал, там, например, у Джорджа и так далее, и он у меня периодически попадается на глаза. Человек добрался до миллионов легко и непринужденно. Ну, во-первых, от того, что человек, он очень хороший, это видно сразу, и просто ему хочется смотреть на канал. Потом, невероятно вкусные рецепты, которые он дает, и так далее. То есть, чудеса в блогерской жизни бывают. Я ничего не могу сказать, и я по-доброму ему завидую, и это хорошо и просто. И что здесь еще очень выигрышно? Человек занимается любимым делом, то есть, вкусно готовит. Плюс удалось ему это монетизировать, свой каждодневный труд, и это ему доставляет необыкновенную радость. Он даже, я слышала, издал книгу своих кулинарных рецептов и прочее. То есть, исключения, конечно, бывают. Но если разобраться среднестатистически, то вот немного я через этот разговор вам рассказала о собственном блогерстве, о собственных, так сказать, как некоторые считают, лопатой, грибаней и так далее. Ну, с точки зрения человека, который ничего не имеет, конечно, это хорошо. С точки зрения других, более перспективных людей, это просто некоторые спокойно эту сумму, за которую мы тут бьемся и которую обсуждаем, тратят на один обед в приличном ресторане и на полбака бензина в собственной Порше. Ну, у каждого своя мерка. Но если вы действительно создаете канал с точки зрения монетизации заработка, то хорошо взвесьте, дорогие мои друзья, это не самый быстрый способ зарабатывать очень серьезные деньги. Поэтому в данном случае с точки зрения коммерческой только рассматриваете проект, извините, это смешно. Я занимаюсь с упорством нечеловеческим своим каналом только потому, что, во-первых, мне приятно с вами общаться. Для меня вот эта часть, она очень важна. Я вот читаю комментарии, я чувствую, что вот вы добросердечны, вы ко мне привыкли, мое слово вам что-то значит. Где-то я кому-то соломки подстелила, где-то кому-то наступила, как говорится, на хвост, извините, но вот фраза как вы не любите тот или иной знак зодиака. Причем это меняется по дороге. Я уже не люблю все 12 знаков зодиака, они мне периодически пишут, каждый себе. И очень сложно в этом моменте вам будет, как блогеру, вы же будете отвечать на комментарии. И как объяснить, что я люблю всех. Вот абсолютно. Но если я взялась говорить правду, то правда должна быть до конца. Правильно ведь, дорогие мои друзья? Но ее нельзя приукрашивать. И кто-то должен говорить правду в астрологических вопросах в том числе. Но ведь испокон века существовало правило. Кто принес дурную весть, тому и свинец в рот. Вот поэтому Кулье взяла на себя эту счастливую обязанность говорить правду, свинец регулярно затекает мне в рот, потому что я эти слова произнесла. Но я, дорогие мои друзья, негатив, за который вы меня вините, иной раз пеняйте на меня, он ведь создан только для того, чтобы обратить внимание на те черты, которые вредят не вам, вы их, быть может, даже не замечаете в себе. А это глаз вопиющего, живущего с вами, который уже не знает, какие подобрать слова. И это как бы обращение через меня тех, кто с вами проживает, кто страдает от некоторых черт вашего характера. А поскольку есть эта черта у вас или нет, я не знаю, но она точно может присутствовать у определенного знака, я о ней просто говорю. Так что не обижайтесь. Но если вы действительно блогер, и читать будете собственные комментарии, вы частенько будете сталкиваться вот с такими вещами, которые зачастую вас будут ставить в тупик. Вы доносите информацию, в которую не вкладываете негативного смысла, а человек, приняв эту информацию, может на нее обижаться. И вам тоже нужно будет пережить это, пропустить через себя, найти нужные слова для того, чтобы обратиться к обиженному и сказать, я не хотел тебя обидеть, просто слова с песни не выкинешь. Так что здесь много нюансов. Правда, если вы всерьез собираетесь и душевно относиться к тому, чем вы, собственно, собираетесь заниматься. Комментарии это очень важная часть, например, в моей жизни, поскольку я даю информацию и хочу, чтобы мне эта информация возвращалась. поэтому в данном случае я читаю все комментарии, хорошие или нехорошие, добрые или не добрые, но, слава Богу, так сложились обстоятельства, что добрых людей вокруг меня гораздо больше. Ну вот, дорогие мои, если у вас еще есть какие-то вопросы с точки зрения блогерства, особенно как способа зарабатывать, обращайтесь, если я с этим сталкивалась, я вам обязательно об этом расскажу, но те подводные камни, которые будут стоять на вашем пути, как юного блогера, я вам рассказала, может быть, я немножко развеяла вашу фантазию, в плане того, что это прекрасный способ на ровном месте зарабатывать, но, напоминаю, это в какой стране вы это затеете, какую сферу захватите, ну и еще масса мелких историй, которые, собственно говоря, встретятся на вашем пути, но сильно на супер заработки, я думаю, что надеяться себе же дороже, а вот как дело для души, как получилось у меня, это, пожалуй, наиболее приятная часть этого процесса, который я никому не уступлю, который меня всегда греет, когда я прихожу в очередной раз и занимаюсь свое место в своей студии домашней, я себя окрыляю тем, что вновь вы спешите ко мне на встречу, что вам это интересно, что вам это полезно, вне зависимости от того, какую я тему поднимаю. Мой канал оказался универсальным, я сложила всю свою жизнь, а поскольку она у меня состоит из разных проявлений, на ее базе я создала один канал, вместо десяти разных, которых бы я рассказывала черти о чем, а здесь в одном рассказывается о всем, чем я занимаюсь, а поскольку на этой неделе я занималась закрыванием всяких вкусностей, то надеюсь, что последующие видео вас порадуют, будут видеорецепты, не столько видеорецепты, сколько беседы по поводу, как создается то или иное блюдо, а с вами была Елена. Редактор субтитров